Всем привет. Сегодня у нас будет первая настоящая лекция по системному программированию. Предыдущая была в основном по истории. Посвящена она будет ядру операционных систем, в основном ядру Linux, устройства, из чего они состоят, зачем нужны, что делают. И в деталях мы разберем одну из подсистем ядра, это планировщик работы процессов. Ядро – это сердце операционной системы, которое является связующим всех ее компонент. И это лишь одна из частей операционной системы. У нее еще есть другие необходимые вещи, как дривера, терминал, загрузчик. То есть операционная система – это то, про что мы обычно говорим, нужно, а не можно было бы обойтись без этого в системе. Ядро управляет аппаратурой. Компоненты ядра – это обработчики прерываний, interprocess communication, это виртуальная память, это все, что самое низковоореневое, ближе всего к аппаратуре. То, что работает в ядре, код ядра и все, что с ним связано, называют kernel-спейсом. Когда мы говорим, что какой-то код выполняется в ядре, он выполняется в kernel-спейсе. Соответственно, все остальное – это юзер-спейс. Но это, может быть, не так для микроядер, про которые я в прошлый раз рассказывал, у которых ядро состоит из множества процессов, а не из одного. И там драйвер, например, может быть отдельным процессом в юзер-спейсе. Например, если у кого Mac, вы, может быть, видели у вас в списке процессов Core Audio Days, такой процесс – это вот часть ядра, работающая в отдельном процессе, отвечающая за звук. Его можно кельнуть, чтобы перезапустить управление звуком, и мне иногда помогает, если что-нибудь лагает. Код пользователя может получить доступ к кедру через системные вызовы. Это что-то вроде обычных функций, но на самом деле ими не являются. То, чем мы пользуемся в стандартных библиотеках вроде read, write, open – это не системные вызовы, а только обертки над ними. Системный вызов – это сложная инструкция машинная, которая передает то, что вы передали аргументами на регистры и на стэк, сохраняет в особую секцию, вызывает код в ядре, который это оттуда снимает. А код в ядре снимает это… То есть мы фактически передали параметры из одного процесса в другой, без передачи каких-то сообщений и прочего. Как ядро получает параметры, оно их получает так, что в ядре… Ну, оно знает про все процессы, которые есть в системе, и, соответственно, знает про все их стэки и может снимать оттуда параметры. Так работают системные вызовы. Их обычно в системах, не обязательно Linux, в любых системах их относительно мало, порядка нескольких сотен, обычно меньше 500. И это те… Ну, системные вызовы делают те функции, которые нельзя реализовать через уже существующие системные вызовы. Например, функция printf, которой мы пользуемся, наверное, очень часто, вот. Она не является системным вызовом, это обертка на системным вызовом write. Она форматирует строку и вызывает write в stdout. Или strcpi, функция, которая копирует строку на новой памяти, это тоже не системный вызов. Она состоит из, грубо говоря, strlen, malloc, плюс mcpi. И тут даже malloc не является системным вызовом, что для многих является сюрпризом. На самом деле malloc – это обертка над более низкоуровневым вызовом M-map. Мы про всех про них поговорим на следующих лекциях. Сейчас пока общий обзор. Так, ну и одна из самых важных частей ядра – это работа с аппаратурой. Она происходит через прерывание. Например, вот есть у нас задача, есть клавиатура, она там подключена к машине как-то через USB, например. И каким образом нажатие кнопки доходит до ядра и обрабатывается там, потом попадает в нашу программу. Пользователь нажимает кнопку, и происходит электрический сигнал, идет в контроллер клавиатуры. Контроллер понимает, что это за кнопка нажата, и посылает кабелю сигнал в процессор. Процессор. Процессор получает этот сигнал на один из контактов, и он знает, что этот сигнал пришел от клавиатуры, знает, какой кнопке этот сигнал принадлежит, потому что он знает номер контакта. И останавливает задачу, которая сейчас выполняется на процессоре. Чтобы там сейчас не выполнялось, она остановится и выполнится обработчик. Исключение составляет только особый режим ядра, когда в нем невозможно прерывание. Например, если там сейчас уже другое прерывание выполняется, или это, например, ядро взяло глобальный лог на всю систему для какой-то супертяжелой задачи, когда прерывания тоже не выполняются. Что здесь интересно, так это то, что фактически у нас вызван... Ну, обработчик прерывания — это сишные функции обычные, как правило. И получается, что вызвало ее не какой-то процесс, а ее вызвала аппаратура. Каким образом... Откуда тогда в этой функции вообще хотя бы стэк возьмется? В каком процессе она работает? Стэк в этой функции берется специальный, хотя работает она в процессе ядра. То есть это один из... Это особый специальный контекст, которым выполняются все обработчики прерываний аппаратных. Всего контекстов три. Вот обработчик... Контекст прерываний, контекст ядра, когда просто ядро работает в нормальном режиме, никаких прерываний. И третий контекст — это контекст наших программ, которые мы пишем, пользовательский контекст. Обработчик прерывания в ядре должен работать очень быстро. Сейчас посмотрим, почему. Дело в том, что, как я уже сказал, когда выполняется обработчик, прерывания, все остальные прерывания запрещены. То есть они будут выстраиваться в очередь и ждать, пока это закончит работу. И чтобы их не задерживать, обработка прерывания обычно делится на два этапа в ядре. Первый — это топ-хаус и потом ботом-хаус. Топ-хаус — это когда обработчик планирует работу, откладывает некоторую тяжелую часть работы на потом. То есть он в ядре создает задачу и говорит, выполни это потом, когда-нибудь, когда будет время. В топ-хаус, это в самом обработчике прерывания, обычно ничего тяжелого не делается. Даже спать нельзя, не всегда память можно лоцировать. Ничего серьезного там не сделать. Поэтому, когда в клавиатуре нажимается кнопка, ядро не будет ждать, пока мы эту кнопку прочитаем, блокируем всю систему. У нас будет отдельная лекция про топ-хаус и ботом-хаус, пока вот коротко. Поговорили про ядро. Получается, что это такая самая начальная, самая базовая часть, которая все запускает. А кто запускает само ядро? Он уже не просто стартует, когда мы кнопку нажимаем в компьютере и все. Ядро запускается загрузчиком операционной системы. А кто тогда запускает загрузчик? Биос. Правильно, да, биос загружает. А вам это завоза записано? Он записан на базовую. Он записан на редональю память. Это такой чип, который производитель записывает в программу биос. В общем, биос занимается стартом загрузчика. А что дальше? Ниже. Наверное, когда мы включаем компьютер, мы нажимаем на кнопку, подается сигнал, в процессе он загружается с носителя биоса. Нет, понятно. А ром тогда что такое? Ром же тоже что-то. Это же не просто какая-то волшебная штука, которая берет и хранит себе биос. Окей, в общем, ром – это массивы транзисторов, которые производитель туда запаивает и пишет туда что-то. Причем, хоть он называется он ром, редонли-мемори, но на самом деле это так было давным-давно, а сейчас редонли-мемори можно перезаписывать. Она называется electric или raisable, редонли-мемори или как-то так. То есть можно все перезаписать и, например, обновить свой биос. Ну, хорошо, подали напряжение, появился ток. Из рома биос поместили в RAM, Random Access Memory, в оперативную память. Биос запустился. Биос – это такая мини-операционная система, у него есть свои собственные драйвера, при помощи которых он может смотреть аппаратуру, там что-то из нее доставать, потому что ядра-то еще нету, поэтому он не может пользоваться ничем, кроме того, что есть у него самого. У нас появляется всем знакомая картина, синий экран, и мы можем здесь выбирать, откуда загружаться. Это может быть CD-диск или флеш-накопитель, или шосткий диск, или у нас вообще может не быть выбора. Тут мы можем всякие аппаратные штуки настраивать, например, процессор ускорять, скорость вентилятора регулировать. Выбрали, откуда загружаться, оттуда биос поднимает загрузчик. Загрузчик на накопителях лежит в специальной секции, которая для этого предназначена, и где данные никогда не хранятся. И биос заранее знает, откуда это доставать. Он это достает, кладет в RAM вместо себя и запускает. Биос – это обычно очень миниатюрная программа, и она не может сама запускать операционную систему. А загрузчик – это уже серьезная программа, которая может на сях написать, она может мегабайты весить. Ее уже биос загружают, и она делает более высокоуровневые вещи. Зачем все-таки нужен загрузчик? Может просто ROM увеличить, и пусть биос сам бидро загружает. И так и делается в одном из подходов. Но фактически есть такой загрузчик, который все, что делает, это из одного конкретного места, без возможности выбора, что-то читает. Он даже не знает, что там файл, не файл, как оно устроено. Это, возможно, для каких-то микроконтроллеров может быть удобно, где у нас нет вариантов, откуда загружать, что загружать. Но обычно загрузчик – это что-то более умное. Здесь ядра тоже нет, напоминаю. Поэтому у загрузчика тоже есть свои какие-то драйвера. У него есть свое понятие файловой системы. Ядро – это обычный файлик, торгозешный архив, например, можно скачать. И он может ходить по файловой системе и искать образ ядра, который мы положили. И он его уже запускает, там, функцию main. Ядро запускает launch.de, system.ct и прочие процессы. И в ядре Linux… Нет, он не в ядре, это отдельный продукт, но он обычно идет в Linux-системах уже в комплекте. Это загрузчик групп. Это продукт GNU Project, про который я в прошлый раз рассказывал, Ричарда Столмана. Здесь мы можем выбрать одну из версий ядер. Они кладутся в папочку boot, и в группе можно выбрать, откуда загружаться. И там прочие конфигурационные настройки можно указывать. Расшифровывается он как Grand Unified Bootloader. Сейчас уже вторая версия вышла. Я не знаю, что он от первой на самом деле отличается. И изначально она была написана не просто так, группа, это была часть комплекта ПО для операционной системы GNU Herd, которая появилась за год до Linux, которая до сих пор вполне жива. Мне кажется, сейчас групп даже активно и херно развивается. Хорошо, загрузчик поднял ядро в RAM и запустил его функцию main. Из чего тогда состоит ядро конкретно Linux? Про остальные я буду, может, какие-то замещания оставлять, но в основном мы будем про ядро не раз говорить. Оно состоит из девяти основных компонент, но это те, которые я нашел в литературе и сам выделил, но на самом деле там гораздо больше подсистем всевозможных. Например, их можно количество оценить по тому, сколько списков рассылки в списках рассылки разработчиков Linux. Их там порядка 180. Это разные инструменты, подсистемы, это репозитории, которые занимаются совместимостью. На самом деле главных всего девять. Первый – это управление процессами. Это все, что связано с планированием выполнения процессов, с управлением их ресурсами, правами, взаимодействием процессов. Следующая – это аппаратура. Это то, что занимается обработкой оперирований, в том числе аппаратура – это не только диски, флешки. Аппаратура – это еще и CPU. Это оперативная память. То есть это все тоже аппаратура. И этим ядром тоже занимается. Следующая подсистема – это время. Это вообще довольно такая особенность. Система одна из самых важных. В ядре очень низкоуровневая поддержка времени. На этой же лекции я очень подробно про нее расскажу. Сейчас пока дальше. Файловая система – тоже очень сложная подсистема. Мы только в Миркомпании сможем пробежаться. Она занимается доступом к файлам, и не только. В ядре файловая система – это файловая система, представленная интерфейсами. Есть прям C-шная структура здоровенная. В ней виртуальные функции, которые занимаются чтением с некоторого устройства. И когда мы очередное устройство подключаем, оно берет этот интерфейс, реализует его, передает в ядро. И у ядра есть такой список интерфейсов для каждой файловой системы конкретной, которыми оно пользуется, чтобы что-то прочитать. А внутри них инкапсулированы уже вещи вроде взаимодействия со флеш-памятью, сиками, лсиками. Например, очевидно, что сик в жестком диске крутящемся – это будет подождать, пока он докрутится. А во флеш – это будет практически мгновенный доступ, ничего ждать не надо. У нас еще и отдельная лекция по ней тоже будет. Следующая – это интерпроцесс-коммуникейшн. Это семафоры, мьютексы, которые не трэдовые, а именно межпроцессные. Это разделяемая память. Пайпа еще, сообщение, да, сообщение еще. Еще и мап иногда считают, потому что там можно тоже разделяемую память создать, не точно так же, как через обычную IP. Следующая педсистема – это сеть. Ну, там понятно, там TCP, UDP. И более низкоуровневые протоколы реализованы. Запаковка, распаковка. Причем это пересекается с файловой системой отчасти, потому что мы можем в сокет делать рид и райт точно так же, как файл. Поэтому у сетевых карт тоже должен быть интерфейс, как у файловой системы в том числе. Следующая подсистема – это управление пользователями. Это не является каким-то специальным демоном или потоком. Просто это набор функциональности, который ядро реализует во всех своих остальных подсистемах, так или иначе. Это разграничение прав, изоляция, что один процесс может делать с файлами, с какими-то ресурсами, вплоть до того, что свои права имеют mutex и семафоры, разделяемая память имеет свои права. Строятся разные маски, как один процесс может влиять на другой. Про это тоже будет лекция. Следующая – это структура данных. Это уже точно совсем не подсистема, это то, что уже я придумал. Но в ядре действительно очень много интересных структур данных, реализованных очень необычным способом иногда. Списки, красно-черные деревья, а необычным способом из-за того, что ядро – это как бы ядро, и оно должно работать идеально, поэтому там реализации близки к идеальным. И иногда их можно оттуда выдергивать в свои приложения. Например, в Тарантеле у нас выдернуты оттуда красно-черное дерево и список. Ну и немножко допилены. И следующая относительно новая область, новая подсистема – это виртуализация. Возможно, кто-нибудь слышал про KVM. Виртуализация на уровне ядра в Linux поддерживается с некоторых пор. Про нее лекций не будет, про нее на ВМК хорошо читают в лаборатории Смелянского. Ну и теперь по всем подсистемам быстренько пробежимся. Первое – это процессы. Вот так выглядит структура в ядре, которая хранит процесс. Она на самом деле не полная. Тут там в ядре всего 618 строк было еще в воскресенье, включая комментарии, макросы всякие. Ну и получить ее в юзерспейсе, разумеется, нельзя. Но можно получать ее кусочки. Например, мы можем пит процесса получить функции getPit, родительский пит, getPayPit. Номер CPU вроде тоже можем получить. Время запуска, не знаю. Экзи-код мы можем получить через функцию wait, когда ребенок процесс завершается, родительский процесс его статус получает. Разберем некоторые поля. Здесь хранится статус, тот самый статус типа процесс мертв, процесс жив, процесс готов выполняться или не готов. Здесь хранится то, сколько времени процесс выполняется, на каком CPU он выполняется, какой у него приоритет шедулера. Прямо можно читать атрибуты, и в принципе становится понятно, что там происходит. С комментами обычно еще понятнее. Здесь хранится виртуальная память, это разметка физических блоков памяти на один непрерывный кусок виртуальной памяти. Здесь какой процесс убил, какой сигнал убил этот процесс, какой код он вернул, всякое такое. И, разумеется, пит, родительский процесс и список детей. Про пит интересно то, что раньше максимальный пит, ну, пит-т, раньше был шортом, то есть всего было 16 бит, у него дано. То есть максимум можно было сделать 32 тысячи процессов в теории. И, разумеется, этого постепенно стало не хватать, потому что в серверах могут быть десятки тысяч процессов, даже сотни, причем многие из них могут спать, там, не знаю, клиент подключился, процесс создался, и он пошел там курить. Потом увеличили максимальное число, максимальный пит. При этом максимальное число процессов все еще можно отдельно управлять. И пит-максом вы тоже можете, кстати, управлять, вы можете у себя посмотреть, у кого не мак, вот такой команды, и вы сможете понять, сколько у вас пит-макс. А количество процессов там через команду ULimit обычно модифицируется. Ну и подробнее про процессы у нас будет... А, вот, еще. Здесь хранится, какой пользователь создал процесс, эффективный пользователь, реальный пользователь. Какие файлы открыты. Файл структ, это там реально вот табличка файлов, та самая, про которую вам рассказывают на операционных системах тут, на втором курсе. Это все будет на следующей лекции подробнее. Еще в ядре есть особое состояние процесса, про который обычно не говорят, когда смотрят на это все со стороны юзерспейса. Как обычно у нас процесс... Жизненный цикл процесса устроен. Он откуда-то форкается всегда практически. Все эти экзек ве, ле там, это все на самом деле все равно обертки над форком. А форк — это обертка над клоном. Он, про это в следующий раз, стартует с форком, он готов к тому, чтобы его запустили, шедолер его запускает, иногда он прерывается и потом умирает. Но на самом деле есть еще четвертое состояние. Это когда процесс не запущен, но он и не ждет того, что его запустят. То есть он не говорит шедолеру, я готов работать. Он спит в ожидании какого-то события. Это такое особое состояние. И это отправить его в такое состояние, например, можно системными вызовами select или poll, когда мы говорим, что мы хотим с такого-то файлового дескриптора что-то прочитать, и ядро удаляет наш процесс из ротации шедолинга, и когда что-то появляется, нас будет, возвращая нас к шедолеру. Но это, понятное дело, оптимальнее, чем просыпаться раз в какое-то время в надежде, что что-то пришло, когда ядро может вас мгновенно пробудить, и зря не будить. Интересно, что для меня это было большим сюрпризом, что в ядре потоки и процессы вообще не отличаются. То есть поток — это тоже структ, task-структ с теми же атрибутами, и отличаются они только тем, что там есть разные степени того, насколько task-структ является потоком или процессом, они могут шарить разные атрибуты друг у друга. Суть в том, что поток — это тоже task-структ, и планировщик управляет ими точно так же, то есть он управляет не процессами, а потоками. И поток связывает с другими потоками того же процесса только то, что некоторые атрибуты у них указывают на одно и то же. Например, виртуальная память у них одна, таблица файловых дескрипторов у них одна, указывает на один и тот же объект. Поэтому они там, кстати, были именно указателями. То есть здесь ничто не мешало сделать файл структ-структ обычным мембером, а не указателем на этот мембер. Но чтобы они могли шариться, это делают указателями. Следующая — это аппаратура. Ну, есть драйвера, это часть ядра, на которую обычно пишут не обычные разработчики ядра, а разработчики аппаратуры. Из-за этого часто шутят, что у них качество кода очень сильно страдает. И линус иногда в рассылке очень интересно высказывается об этом всем недобрыми словами. Но, в общем, суть в том, что драйвера — это тоже часть ядра. Устанавливаются они либо специально, мы их скачиваем, зная, что мы сейчас какую-то аппаратуру будем втыкать, либо они в аппаратуре уже есть. Каким-то образом они прикрепляются к ядру, предоставляя какой-то интерфейс. Например, флешку втыкаем, она сделает нам драйвер, который нам создаст интерфейс файловой системы, которая на этой флешке есть, и засунет ее в ядро. Мы сможем ей пользоваться из юзерспейса. Следующая часть — это время. У нас не будет по нему отдельной лекции, поэтому я сейчас расскажу все вообще, что знаю там про время. Время в ядре — это такая особая подсистема, довольно сложная, с кучей математики, и сложная с аппаратной с точки зрения тоже. И очень важно, чтобы время в ядре работало правильно, потому что от него зависит, например, планировщик. Планировщик просыпается раз в какое-то время, если он не проснется вовремя, там продолбаются все тайм-ауты, клиент уйдет, все будет очень плохо. В том числе это планировщики его операции, не только планировщик процессов бывает. Это разные слипы в юзерспейсе, которые не связаны с ядром. Периодическое выполнение задач, разовое выполнение задач, два таких типа. Ну и ядро в основном пользуется относительно временем, оно практически не пользуется тем временем, которое мы на часах своих видим. Оно его мейнтенит в основном только для того, чтобы пользователь мог его у себя получить. А в ядре почти все делается на относительных тайм-аутах. И используют для этого аппаратные счетчики времени, потому что что-то должно генерировать сигнал с нужной частотой, чтобы можно было тикать. Тикает, понятное дело, не какой-то часовой механизм, а сейчас посмотрим, что. На плате есть осциллятор, это такой компонент платы, который прям запаивается, на него идет ток, и он генерирует с какой-то частотой сигнал, который ядро использует. Тем образом он его генерирует, что такое осциллятор. Это такая изолированная от внешней среды штучка, изолированная, потому что все, что связано с частотой, оно обычно очень легко аффектится внешними условиями, в том числе и температурой. Например, у меня была история на курсовой работе 4 курса, что была задача синхронизировать время от очень точного источника сигнала частоты, и не могли понять, почему иногда он сбоит. То он синхронизирует время с точностью до наносекунд, то он начинает сбоить до секунд, до десятков секунд. И отлаживали, отлаживали, так ничего не смогли найти. Потом случайно обнаружили, что если включить кондиционер в комнате, то начинает все лагать, потому что становится холоднее, частота изменяется, и все падает. Не знаю, наверное, это была проблема в упаковке этой штучки. Вот внутри самая главная часть осциллятора, это кристалл. Вот так он выглядит в обработанном состоянии. Он зажат между пластинками, там пропускается ток, и под действием электрического поля сигнал, под действием электрического поля кристалл изменяет свои физические свойства, размеры, насколько я знаю, и потом обратно сжимается, и это делается с определенной частотой. Вот и все, никакого волшебства. Ну и вот так выглядит необработанный кристалл. Ну и в ядре это все представляется, ну, частота это, понятное дело, это очень что-то такое, порядка, не знаю, миллионов, миллиардов колебаний в секунду, и миллион, миллиард прерываний в секунду в ядре делать было бы невозможно. Ядро только и занималось бы тем, что бесконечно обрабатывало бы прерывания. Поэтому есть в ядре такое понятие, как tickrate, это параметр, который мы даже с вами можем в юзерспейсе конфигурять, это то, сколько раз в секунду надо будить ядро, чтобы оно обновило свои часы. Ну и называется оно герц. В ранних операционных системах это было 100, то есть порядка миллисекунд была точность, потом стало 1000. Сколько у вас, можно посмотреть в конфиге компиляции ядра, я покажу, как в конце слайда. Вот. А нет, даже раньше. Вот так можете посмотреть. В конфиге это даже не на компиляции ядра, это, по-моему, не, это на компиляции. Когда ядро компилируется, вы можете задавать там разные конфиги, как define fc. и вот у меня, например, в виртуалке было всего 250. Девольно убого, ну ладно. Какие плюсы вообще могут быть того, чтобы выставить gc в огромное число какое-то? Например, если у вас очень чувствительная система, например, какой-нибудь real-time-системы, вам очень важно там реагировать на какое-либо событие не позже, чем через микросекунду после того, как новое произошло, и вы тогда ставите количество герцев там. миллион. Ну, это, конечно, тоже безумное число, обычно это все-таки порядка миллисекунд. Положительные стороны маленького герца, если у вас не очень чувствительная контактивность или real-time-у приложения. Вот так будет выглядеть ядро, если слишком большой гц поставить. Но хорошо, осциллятор, как видели, это довольно маленькая простая штучка, каким образом она может понимать, что ей надо будить нас раз в сто ее колебаний, а не раз, а не каждый раз, когда кристалл сожмется, разожмется. Для этого есть еще одно устройство, внутри которого это осциллятор уже расположен, это real-time clock, он есть практически во всех компьютерах. обычно его сокращают до RTC. И он используется в том числе для того, чтобы сохранить время между сеансами работы операционной системы. Там есть маленькое персистентное хранилище, куда оно сохраняет, там есть батарейка, которая позволяет ему жить, пока только нет. И когда запускается ядро, оно читает из этой памяти значение времени, говорит ему, это программируемая штука, поэтому ядро может ему говорить сколько раз в секунду, буди меня. Он ему это сообщает, параметр герц, который мы сконфигурили, и эта штука будет генерировать прерывание примерно в такое количество раз в секунду. Есть не только прерывание, прерывание, вот real-time clock это не единственный способ дождаться какого-то события, пустить процесс, грубо говоря, в слип, есть еще довольно грубый способ, это активное ожидание, когда мы просто делаем бесконечный цикл, в нем ни одного слипа, он просто бесконечно проверяет, 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 пока не произойдет. И это может сработать, если у нас промежуток времени очень маленький. Насколько маленький, для этого есть такая шуточная псевдо-характеристика, которая, тем не менее, в ядре даже используется, называется BOGO MIPS. MIPS это million instructions per second, а BOGO это BOGO с фальшивой, то есть это фальшивое количество операций в секунду, а считается оно так, когда ядро стартует, оно запускает бесконечный цикл с пустым телом, с миллионом операций, и смотрит, за сколько он выполнится. и таким образом мы можем узнать, сколько у нас микро- или наносекунд тратится на то, чтобы одну итерацию пустого цикла пройти. То есть это количество, количество ничего не делания в секунду, которое может делать ядро. И оно используется, например, функцией useLib, которая для, вроде как, для микросекунд, по-моему, для микро. Если там достаточно маленькое значение передать, то ядро прям bugomix, bugomix использует и в активном ожидании прождет. Почему нельзя переключаться тогда? Потому что, если мы будем переключаться на очень маленький промежуток времени, во-первых, скорее всего, планировщик нас поднимет гораздо позже, он все-таки просыпается не так часто сам. И, во-вторых, у нас продолбаются все кэши, все, что у нас на процессоре сохранилось, придется все это заново составлять процессу. И, когда я говорил, что РТС генерирует время почти заданное количество раз в секунду, я имел в виду именно почти. Точно генерировать время не может ничто, потому что есть теоретическое значение, вот сколько теоретическое определение секунды, которое в физике, понятное дело, недостижимо. Я не буду читать это целиком, это порядка 9 миллиардов циклов излучения при переходе атома цезия 133 с одного энергетического уровня на другой. И так работают атомные часы. И они используются в генераторах сверхточного сигнала пульс пер секунд. Это такое устройство, которое очень сильно изолировано от окружающей среды, и где внутри есть атомные часы. И эта штука раз в секунду, прям почти идеально раз в секунду, с точностью до пика секунд, генерирует электрический сигнал. Эта штука подключена к компьютеру, может быть, через коаксиальный кабель, судя по всему, на этой картинке, и процессор ловит прерывание. Ну, пока это все дойдет до процессора, по проводам, пока вызовется обработчик в ядре, точность уже теряется до наносекунд, но тем не менее это гораздо лучше, потому что у RTC там точность порядка микро уже будет. Это очень нужно, например, военным бывает, на истребителях эти штуки нужны в реалтайм-системах, или это в базах данных может быть очень удобно. Например, у нас есть два компьютера, и они применяют какие-то операции, и им нужно знать относительный порядок двух операций, выполненных на разных машинах. И если у нас точность часов синхронизирована до наносекунд, то можно не особо заботиться о синхронизации более высокоуровневой, просто использовать значение часов, которые у нас есть. Наверное, может, кто-то заметил, я сказал электрический сигнал. То есть пульс персекунд не передает точное значение часов. Абсолютное значение часов вам придется синхронизировать до того, как компьютеры начнут синхрониться по ППСу, пульс персекунд. А после этого синхронизируется скорость часов, а не абсолютное значение. Но если мы стартанули с одного и того же значения часов и скорость одинаковая, то дальше все автоматом синхронизируется. Таким образом ядро корректирует скорость часов. Оно же не может управлять осциллятором как-то, колебайся там пореже или побыстрее. Оно корректируется при помощи параметров в ядре. Обычные параметры, на которые умножается количество тактов. Оно там увеличивается. Там есть такая... Там довольно сложная математика. В общем, оно сглаживает скорость так, чтобы она сильно не скакала и была примерно одинаковой в обоих компьютеров. Следующая это файловая система. Примерно вот так вот выглядит структура, которая описывает операции, которую можно выполнять над файловой системой. Это огромная структура с кучей указателей на функции. Когда файловая система новая создается, например, при подключении неизвестного устройства, то она заполняет эту структуру своими функциями, реализованными в драйвере и передает ее в ядро. Ядро уже работает с этим интерфейсом, не знаю, что там под ним. Это файл operations, у каждого файла есть такая структура, а у файловой системы есть структура суперблок. Суперблок – это название файловой системы в ядре. Не знаю, почему суперблок называется, но вот так вот. Ну да. Если человек способен написать такие штуки, то пусть называет их как хочет. Ну и на слайде можно посмотреть, каким образом рит, которому мы передаем обычное число, опускается до таких вещей, как указатели на функции, физика и прочее. Мы передаем файловый дескриптор. Файловый дескриптор это обычно ключик в таблице файлов. Структ, в таскструкте. Вплоть до того, что это может быть просто индекс в массиве этих структур, описывающих файл. Структур… Это сискал, который попадает в ядро и там по этому fd достается структ и нод. Это высоковырзимая обертка над файлом. Над файлом, над директорией и на чем угодно. Это все и нод. А файл это уже вроде бы не директория в ядре. Мы на лекции про fs посмотрим. И нод одну из этих операций дергает в случае read on dernit read, а это уже попадет в драйвер, в реализацию. Например, если это файловая система ex4, то вызовется реализация этой функции, какой бы она ни была. Interprots communication, в общем, они вот. по ней подробнее поговорим на отдельной лекции. Тут особо ничего интересного пока нет. Про сеть я тоже не буду много рассказывать. Лекции про нее не будет. Предполагается, что вы на VMK это все отлично знаете. Да и работать сетью мы, если и будем, то только на довольно высоком уровне. Но просто для порядка есть реализация стека, есть реализация модели TCP IP, упрощенные модели OIS-ы. В ней реализованы различные протоколы IP, TCP, UDP, уровни приложений, сетевой канальный транспорт и все такое. Канальный на уровне драйверов реализован, потому что он с физикой связан. Интересно, тут не сама сеть, а то, что она связана с подсистемой виртуализации. Активно развивается сейчас область виртуализации сетевых функций Virtual Network Functions VNF, может кто-нибудь слышал, про нее тоже на СВК рассказывают Суть этой штуки в том, что раньше было много машин, на каждую сетевую операцию нужно было купить у производителя обычно какого-нибудь строго определенного монопольного огромную махину, которая будет делать фильтрацию адресов или трансляцию адресов. То есть она будет делать довольно примитивную задачу, для этого нужно покупать аппаратуру. Вместо этого можно делать грубо говоря драйвера, которые будут делать это программно на уровне ядра. В этом вся суть Virtual Network Functions. Про них тоже ничего не будет от новой МКС, слушайте. Следующая подсистема пользователей. Там на самом деле довольно много структур, я всегда их все не засовывал, только одну самую интересную. В ней всего 39 строк, довольно мало для ядерных структур. И тут самое интересное, это бесконечное множество айдишников. Это юзер-ид, группа-ид, эффективный айди, реальный айди. Эти структуры хранятся у task struct, то есть у процесса есть эта штука, у файлов есть эта штука. И когда мы хотим получить доступ к какому-то ресурсу, там смотрится, кому что разрешено по этой структурке. есть структуры данных, там всего две самых интересных, остальные уже слишком узкозаточенные, хотя и довольно самостоятельные, то есть я имею в виду под самостоятельными, что их можно прям вытащить, они будут у нас в юзер-спейсе работать, если код скопипастить. Реализованы они очень интересные. Как мы обычно реализовываем список связанных? Мы делаем структуру, в ней есть указатель на саму себя, предыдущую, на саму себя, следующий, получается направленный список, плюс какие-то данные, любые чиселки, строки, как это реализовано в ядре, а не, почему это так реализовано в ядре, потому что, когда мы реализуем структуру вот так, нам приходится на каждый такой список, который фактически отличается только именем, реализовывать свои функции добавления в список, удаления из списка, там возможно какие-нибудь сортировки списка, обход списка, все эти функции приходится заново делать. Даже если у вас темплейты плюсовые, там все равно это все будет смотреться прикольно. В ядре не только все должно быть оптимально, там код должен переиспользоваться и на каждую структуру, которая хочет быть списком, реализовывать это все заново, это непозволительная роскошь, поэтому в ядре устроено таким образом, что есть структура ListHead и в ней есть указатель на саму себя следующую и предыдущую, но нет данных, получается такой список, которым нет ничего, и чтобы этим списком пользоваться, структуры в ядре добавляют его в себя как мембера. И когда обращаются к функциям, которые работают со списками, там добавления, инициализации, что угодно, они указывают не всю структуру, ну не указатель на mystruct, грубо говоря, а указатель на ее member base. Или, как я на слайде изобразил, можно использовать C-шное наследование, это когда мы в структуру добавляем другую структуру в самым первым мембером, не как указателя, прям целиком. И тогда, когда мы будем кастовать эту структуру, ну вот mystruct к list head, то мы сможем использовать это как list head. Получается такое наследование C-шное, и можно ее использовать для функции работы со списком, один раз реализованных. Та же самая история с красно-черным деревом, только там чуть менее переиспользуется код. Там тоже есть структура узла, в которой нет данных, есть структура... А, красно-черные деревья все знают, что это такое? Поднимите руки, кто не знает. Что такое деревья поиска, кто не знает? Хорошо, в общем, красно-черное дерево это такое самобалансирующееся дерево поиска. Все, бинарное. Ну и в звере реализованы всякие сложные штуки того, как это дерево балансируется, которые можно переиспользовать таким же образом. Мы берем и в нашу структуру, которая будет узлом дерева, включаем, наследуем ее от структуры узла дерева базовой от этой и добавляем туда какие-то свои данные, которые можем использовать. Само дерево AirBroot, но оно можно какой-то более высокую у него вещи отнаследовать, это уже необязательно. И можем вставлять, искать, что угодно делать, удалять. Только вот, что странно в ядре, операции вставки и удаления, нет, операции вставки и поиска, они не реализованы до конца. Все из-за того, что только пользователь, только разработчик какой-то конкретной подсистемы ядра может знать, каким образом упорядочивать его узлы дерева. кто-то хочет отсортировать по А, кто-то по Б, кто-то по С, кто-то вообще по чему-нибудь странному, там по всем трем, например, сразу. И ядро не может заранее предугадать, какой будет компаратор, поэтому это оно оставляет на волю пользователя, который это реализует с определенным именем и использует эту штуку, когда хочет что-то вставить. в Трантуре мы тоже затащили эту структуру, всю эту инфраструктуру красно-черную деревню, только мы сделали так, что у нас не нужно реализовывать полностью операцию поиска или вставки или удаления, достаточно реализовать компаратор, то есть, грубо говоря, ковку сорти. Делаем функцию, которая принимает один узел, второй узел, возвращает число, там, меньше, равно или больше нуля, и все, все остальное делает реализацию общей, общей красно-черной деревьев. Хотя, я сейчас подумал, наверное, понятно, почему это не сделали в ядре, потому что в Трантуре это сделано так, у нас есть гигантский файл, в котором все состоит из макросов. rb-not, rb-root это все макросы, и когда мы хотим создать определенный тип красно-черных деревьев, мы его включаем, предопределив перед этим определенный define, и у нас еще на уровне препроцессора генерируется конкретное красно-черное дерево с конкретными компараторами, это увеличивает размер исполняемого файла, поэтому возможно в ядре так не сделали. И частично там ход все-таки дублируется. Следующее это планировщик, это то, про что мы будем говорить сегодня. Есть, чтобы понять, что вообще делает планировщик в Винуксе, есть два типа многозадачности. Первый, есть даже три типа, первый, это ее вообще нет, это однозначная операционная система, второй, это кооперативная многозадачность. Это когда процессы работают в системе, и каждый сам решает, когда он будет прерваться. То есть процесс работает, он знает, что сейчас будет какая-то долгая синхронная операция, он ее начинает и передает управление другому процессу. тот делает свои дела, а потом когда-то управление вернется к первому. И даже такая штука была реализована в ранних операционных системах в macOS 9, это последняя классическая macOS, потом пошли macOS X, и это было в Windows 3.1, Windows NT 3.1 кажется. Ну и обе этих операционных системы считаются относительно провальными, в том числе из-за этого, потому что может быть такое, что пользователь написал свою программу и не поставил туда ни одной передачи управления. И тогда процессор все, что будет делать, это делать его задачу, и больше ничего. Такие вещи доверять пользователю нельзя, все это должно быть автоматически, обоснованно математически, и все такое. И есть вытесняющая многозадачность, это когда ядро само решает, когда прервать процесс. То есть мы только говорим, какой процесс имеет приоритет над другими процессами, насколько этот приоритет больше, и ядро само уже решает, кому сколько времени на что выделить, и когда их прервать. Ну и в этом состоится сложность планировщиков, там довольно много алгоритмов, мы сегодня посмотрим только один. Добрый и злой планировщик. И в Тарантуле, кстати, реализована кооперативная многозадачность, ее можно использовать не только применимо к процессам, но и процессам м, но и применимо к процессу, вплоть до того, что к одному потоку, и на этом у нас сегодня практику будет основа. То есть можно в одном потоке сделать больше одного стека, и так работают корутины, это может кто-нибудь в питоне торнадо использовал фреймворк. Ну, в общем, можно в одном потоке одновременно иметь несколько функций и в каждый момент времени выполнять только одну по шажочкам проходя. И это удобно, когда, как я уже сказал, есть какая-то долгая операция, и чтобы процесс не простаивал, даже не процесса поток, чтобы он не простаивал, ожидая ее конца, он ее начинает, ядро ее обычно продолжает, это долгая операция имеется в виду обычно чтение диска, чтение сети, хотя всем ядро занимается. Мы говорим ядро, почитай пока вот эту штуку, а мы пока этот же процесс используем для чего-то другого, пока у него еще осталось время до того, как его планировщик прервет. И тогда в потоке делают несколько стеков, на разных стеках разные функции работают, в разное время прерываются, но и так работают таранту. У нас один процесс главный, который транзакции обрабатывает, и в нем реализованы сишные карутины, в нем реализованы сишные карутины, которые занимаются, которые не автоматически, там, кооперативно, кооперативная многозадачность. Пользователи пишут, когда они хотят прочитать что-то из БД, например, и могут там свои долгие операции реализовывать, в том числе у нас там даже не совсем так, у нас один главный процесс, один главный поток, и много вспомогательных потоков. Если операция такая, что она сама по себе такая долгая, а внутри нее нельзя передать управление другой к рутине, то можно передать эту задачу другому потоку и сделать yield у себя, то есть передать управление. Процесс берет, начинает, вместо того, чтобы начинать долгую задачу, говорит другому треду, сделай эту задачу за меня, а я пока посплю. Вот так вот, грубо говоря. Следующее это как устроен планировщик именно в линуксе. Там вводятся понятия и обаунт, и цепы обаунт. Это два типа задач, которые есть обычно в системе, и планировщик, и планировщик, помимо всего прочего, отличать разные типы задачи друг от друга. И обаунт, это когда, это не когда мы бесконечно много пишем, пишем, или читаем, все забито прям. Это когда наоборот мы изредка просыпаемся, чтобы что-то прочитать или записать, и все остальное время мы ничего не делаем, просто ждем. Например, пользователь там приконнектился к серверу, изредка что-то там кликает, страница листает, и вот иногда будут такие всплески активности короткой. И противоположность есть CPU bound, это когда много вычислений, это обработка транзакций, математикам, я тут логотип матлаба попытался найти, он выглядит не очень. Короче, это матлаб. И есть еще довольно неожиданный класс задач, которые попадают под его bound, это не только то, что связано с диском или сетью, это в том числе то, что связано с пользователем напрямую. Пользователь это самый тормозной диск на свете, и поэтому он считается его boundом. Вы, конечно, можете быстро там что-то печатать, кликать, но вы не сможете кликать по кнопке в каждую микросекунду, и поэтому это считается его boundом. Ожидание нажатия кнопки с консоли это тоже ожидание с файлового дескриптора определенного. Почти как диск. Вот. До ядра 2.4 в Linux был довольно тупой шедулер, что-то там вроде round-drobin, просто подряд всех брал без всяких приоритетов, это вполне себе подходило. Потом появился шедулер, который работал за... Они оба за единицы работали. Появился шедулер, который чуть-чуть посложнее, он знает приоритеты, какие-то веса может расставлять. Но он плохо справлялся, если процессоров становится много. Я не нашел определения слова много здесь, я так понял, даже двух достаточно, чтобы он начал тупить на некоторых задачах. И в ядре 2.6 появился планировщик, который используется до сих пор под названием Completely Fair Scheduler. Он довольно долго эволюционировал, вплоть до того, что последний раз не так уж и давно, в 2010 году, его ускорили в 10 раз. Не его ускорили, а ускорили скорость его реакции на определенные события. Потом скажу, что это значит. Вот. И на этой лекции я расскажу про Completely Fair Scheduler. в ядре он использует такие параметры как Nice и как Real Time Priority. Nice это веса, которые мы можем задавать через консоль, можем в хишном коде читать. и по этим значениям, с помощью там особых формул, в основном это формулы просто тыкнем так, посмотрим, будет ли быстрее. Если стало, то оставим. Там никакой серьезной математики за этим нет. Это делается с командой Nice. Это когда мы хотим запустить процесс с определенным приоритетом Re-Nice, когда мы хотим поменять процесс. Это все только под рутом можно делать. не под рутом можно свой приоритет менять в меньшую сторону. Если мы знаем, что у нас там какой-нибудь демонок, который ничего такого серьезного не делает, мы можем что-то поставить не мешать. У него Nice сделать повыше. У Nice он инвертированный. Чем выше Nice, тем меньше приоритет у процесса. Это кажется сначала странным, но потом все встает на свои места, когда переведем Nice. Это, можно сказать, вежливость, терпеливость. То есть, чем выше вежливость, тем больше процесс уступает остальным. И функции. Терминальная команда CRT это Change Real Time это Real Time приоритеты. Там вообще особый планировщик есть у Real Time процессов. Если процесс помечен как Real Time, он всегда имеет приоритет над всеми остальными процессами, которые не являются Real Time. А внутри Real Time уже приоритетом все ранжируется. Ну и есть тишные функции, которыми это все можно получить. GetSet Priority и Nice. Довольно интуитивные команды. И можно посмотреть у какого процесса какой Nice, какой приоритет команды PS-EL. Вот, например, LaunchD. Это, ну вот видите, PIT1, это есть PIT0, это у тебя есть PIT1. Это особый зарезервированный PIT, он вообще во всех Unix-системах такой 0.1. Это родительский процесс всех процессов в Маке. Называется LaunchD. Можете свой посмотреть тоже этой же командой. И планировщик вот использует все эти штуки, чтобы планировать. И каким образом планировщик выдает интервалы времени для того, чтобы что-то делать? Так, мы оставились на том, что у шедулера есть параметры Nice, Realtime Priority. Что-то еще? Нет. Вот, если прям еще он должен детектить, какие процессы его баунты, какие CPU баунты, раздавать время процессорное соответственно. Вот еще пример по его баунту CPU. А, пример дальше будет. Вот, и по Nice и по Realtime Priority процесс считает такую характеристику как, шедулер считает такую характеристику как Time Slice. Ее считают вообще все. Она еще по-русски почему-то квант называется. Вот, в инглоязычной литературе это везде Time Slice. это то, сколько будет процесс работать с тех пор, как его поставили на процессор и до того, как он прервется ядром автоматически. И ядро Linux это, по-моему, то ли единственное, то ли одно из единственных ядер, где Time Slice это не констант, она зависит от того, какие приоритеты у процесса стоят. и например в Mac'е Nice это уже является Time Slice, насколько я знаю. То есть можно задавать сколько по времени будут работать разные процессы и это не очень хорошо. Вот почему. Есть два процесса, предположим, что их всего два и больше других нет. Один процесс это CPU Bound и еще один EO Bound. Например, это фреймворк FFMPEG, который можно конвертировать видео, картинки там. И человек запустил конвертацию видео и решил поиграть в шахматы пока оно работает. Если мы отдадим приоритета больше конвертеру видео, то тогда у него будут большие промежутки времени, когда он работает и никому не уступает в классическом планировщике. То есть ему дали там из одной секунды дали ему 500 миллисекунд и шахматам 500 миллисекунд. и конвертер начал работать, а юзер что-то нажал и он еще полсекунды будет видеть пинг при игре в шахматы на локальном компьютере. Это будет очень неприятно наблюдать ему. Будет очень низкая интерактивность. Шедолеры обычно очень любят предпочитать высокую интерактивность производительности. Не сильно. То есть лучше пусть юзер думает, что все быстро работает, а в фоне что-нибудь может и подтормаживает, это не страшно. А в серверных приложениях, на серверах обычно наоборот, где самое интерактивное, что есть, это консоль, там отдается приоритет CPU-баунду. Это все можно настраивать через опции компиляции ядра и, по-моему, даже через рантайм какие-то команды можно. Вот. Но зато конвертер быстрее кончится, можно будет посмотреть кино, там, которое сконвертировалось. Если мы отдадим приоритет шахматам, то юзер будет играть шахматы весь день, а видео будет конвертироваться и конвертироваться. Не только потому, что оно будет работать просто реально меньше, а еще и потому, что при каждом переключении, если у нас, например, одно ядро, там конвертер какие-то кэши накопил, там много всяких матричных операций, может он какие-то эффекты применял еще к картинкам. Там накопились какие-то кэши, которые использовались для того, чтобы быстрее все делать может вектором как-нибудь. Мы переключили задачу на шахматы и они стерли все эти кэши на свои какие-то позиции там фигурок. Потом FFBEC опять поставится на процессор и увидит, что ему заново надо все в кэш поднимать. В Linux эта проблема решается тем, что таймслайз становится относительной величиной, а не константной, которая зависит от того, сколько в системе процессов, какие у них веса. То есть если у нас есть два процесса с одинаковыми приоритетами, это не значит, что им даст одинаковое время. Это значит, что им гарантируется минимум по 50% работы, если это будет надо. А если им это будет надо, это вообще революционная прям вещь, что процесс может не использовать свой квант времени целиком, да еще и поделиться этим с другим процессом, если ему столько много не надо. Вот так вот умеет CFS делать. И за ним есть определенная модель, на самом деле, это не чисто тыкать-тыкать, пока не заработает, но модель довольно примитивная. Это идеальный планировщик, который придумали, чтобы к нему стремился комплит-файр-шедулер. Идеальный он такой. У нас есть N процессов, процессов в системе с одинаковыми приоритетами, и процессное время делится на... Каждому процессу дается одна N-тое времени процесса, бесконечно малое, но при этом переключение происходит бесконечно часто. То есть, если у нас есть две задачи по 5 миллисекунд, они будут суммарно выполняться 10 миллисекунд, как будто бы одновременно, переключаясь бесконечно часто. В реальности у нас есть кэши, которые будут теряться, есть необходимость стеки там перемещать, копировать туда-сюда, это все будет очень долго работать, если так бесконечно часто переключать. Поэтому в Complete Fire Scheduler есть определенные границы снизу для всего этого. Позже скажу, какие... И у каждого процесса, у каждого потока структ, таск структа, прямо у него есть такой мембершет entity, там 36 разных параметров, которые планировщик заполняют при постановке, съеме процессов с процессора, и там такие штуки, как вес процессора, процесса, который считается по найсу, считается он по этим формулам, раньше считался. Я спрашивал у знакомого разработчика и драйон, говорит, что там бесполезно какие-то конкретные значения запоминать, потому что постоянно стирают их, переписывают, пробуют новые. Ну вот когда-то он считался так, берется найс, возводится в степень 1.25 и на него делится 1024. Я не знаю, почему там я не нашел в комментах файла, где это все объявлено, просто оно делается так. Ну и за счет того, что найс у нас в знаменателе получается, что чем больше найс, тем меньше вес, тем меньше времени получит процесс. А время я обозначил PG, T-part, оно считается как вес процесса, деленный на суммарный вес, то есть там нормируется все. Например, вот у нас есть найс 1 и 0, найс это число от минус 20 до 19, обычно оно всех по умолчанию 0. Ну вот есть 0 и чуть менее приоритетный процесс, и они получат по, блин, тут еще стерлось. Короче, там по 55 и по 45 процентов процессорного времени минимум, если им будет это надо. Вот, в Shed Entity хранится этот вычисленный вес, хранится время старта, суммарное время выполнения и V-Runtime. V-Runtime это количество наносекунд, которое работает в процесс, но оно нормируется по весам. Если бы оно было не нормировано, оно бы переполнялось слишком быстро. И таким образом, ну вот я говорил, есть у от единицы шедулер, а у от чего этот шедулер? Этот шедулер хранит все все Entity, которые ему надо планировать в большом красно-черном дереве, в котором есть все потоки, которые только существуют в системе, которые хотят, чтобы их запускали, которые не ждут какое-то событие. Ну и вот здесь как раз видно, как он наследуется от мембера, ну от узла красно-черного дерева. Вот так. Да, и про нижние лимиты, поскольку эта штука зависит от того, сколько у нас процессов. Чем больше у нас будет процессов, тем меньше будет таймслайз у каждого процесса. Но если мы что-нибудь не предпримем, то это будет стремиться к идеальному планировщику, который будет большую часть времени заниматься переключением стеков. И в ядре прямо есть хардкожное значение минимального таймслайса. То есть если процессов стало так много, что уже прям планировщик не знает, насколько делить, он берет просто вот еще в субботу он брал 700 микросекунд, 750 микросекунд минимум. Меньше это уже не сходится. Найс 2 равен 0, 0 возникновения 25. может быть я перепутал. Тогда может быть я перепутал. Да, еще за счет того, что там найс в степени, там получается нелинейный рост экспоненциальный. А еще отличительная особенность именно complete fair шедулера в том, что у него доли, которые получат разные процессы от процессорного времени зависит только от того, насколько у них найс относительно разные, а не абсолютно. У классических шедулеров у них так, что если найс там 15 и 20, они получат одно время, если найс 5 и 10, они получат другое время. А у CFS это не так. Вот. Ну и поскольку это дерево все-таки бинарное дерево поиска, у него сложность будет логарифм. Ну это не страшно. Там все быстро работает в основном за счет того, что у него закэшировано закэширован следующий процесс, который надо брать. То есть это дерево оно сортировано по варантайму. У кого меньше всего варантайм, кто меньше всего работал, тот будет следующим запущен, когда текущая задача закончить работу. И вот прям реализована эта функция, которая по рбдереву ходит. Она берет самый левый лист, то есть узел с самым маленьким варантаймом и ставит его на выполнение. Ну там есть еще несколько случаев кривых описанных в комментах. Там есть такое, что юзер может форсировать какой-то процесс на запуск. Например, там событие у него появилось, его надо срочно запустить какой-нибудь материал тайм процесс. Если у нас несколько процессов с одинаковым приоритетом, с одинаковым варантаймом, то выбирается тот, который работал самым последним. Потому что его кэши еще может быть живы и имеет смысл его восстановить, и он сможет их использовать дальше. Вот настолько там все оптимально. Ну и когда процесс не хочет, чтобы его ставили на процессор, например, он чего-то ждет, он встает в очередь ожидания, и там ждет событие. И все. Его оттуда может прерывать только сигнал, если ему прям кто-то целенаправленно его послал, какой-нибудь цикил, например. И вроде бы больше никак он не может проснуться. Ну и все. Так работает планировщик CFS. Если есть какие-то вопросы, задавайте, иначе переходим к практикуму. Переходим к праку. В общем, суть прака такова. Основная задача довольно простая. Просто реализовать сортировку слияния. У нас есть несколько файликов, подаются на вход. Там в текстовом виде хранятся числа, которые надо отсортировать сначала внутри каждого файла, а потом слить в один большой файл. И один конкретный файл в память помещается, а все сразу не помещаются. Не получится сразу все прочитать и посортировать и просто записывать на диск. Нужно сортировать каждый файл по отдельности, а потом объединять. Но это лишь базовая задача. Основная в том, что это нужно сделать при помощи сика-рутин, которые вы напишите и планировщика. Там ничего так страшного. На самом деле планировщикам надо будет достаточно примитивно сделать. Сика-рутины есть два варианта, как их делать. Вот на этом гитхабе я выложил вам оба примера. Вы можете делать, как хотите. Там есть один способ через... Вы буквально будете переключать контекст, то есть стейки. Там есть сишная функция, которая это делает уже готовая. Можете создать несколько корутин и переключать между ними контексты своим планировщиком. А планировщик, ну, понятное дело, что вы не сможете автоматически это переключение сделать, поэтому она будет после каждой строчки, которую ваша функция делает, это задание на 15 баллов на базу. Просто переключать, безусловно, без всяких весов, без всяких таймслайсов. Просто после каждой строчки переключаете на новую крутину и так по кругу каундробином. Они должны все файлы отсортировать. Потом уже без крутин сливаете это все в один файл. Есть еще вариант задания. Там более подробное описание на гитхабе, кто еще не ищет. Доставайте. Задание на 20 баллов это сделать, чтобы ваш планировщик это уже больше 100%, то есть 15 это уже 100%, вам хватит для того, чтобы 100 баллов в конце семестра получить. Кто хочет получить больше 100%, можете дальше слушать. На 20 баллов вам нужно сделать, чтобы после, чтобы я вводил с командной строки target latency, это тот промежуток времени, который надо поделить между процессами. Например, я введу 10 миллисекунд и вы сделаете 10 крутин. Вам нужно будет каждую по одной миллисекунде запускать, пока не прервется. И вы делаете переключение по времени уже, а не по каждой строчке. Там понятно, что несколько строчек могут выполниться, успеть. И задание на 25 баллов это то же самое, что на 15 плюс сделать чтение с диска не через обычный read-write, open, close, а через асинхронное чтение. Есть такая стандартная функция iu-read, она запускает чтение в ядре и сразу же возвращает управление. И вы можете в этот момент переключиться на другую корутину, пока это ждет свой результат. Но это то, как корутины должны работать в идеале. Запускать какую-то задачу в фоне и потом отдавать управление другой корутине. Для начала что вам стоит сделать, создать гитхаб, если у вас еще нет, создать репозиторий. Можно нагуглить, как все это делать и туда запушить код. Можно отфоркнуться от моего и начать с примеров делать их преобразовать. И кто не знает с чего начать именно переключение контекста в планировщике, можете для начала сортировку слияния просто написать, она потом легко доделывается до корутин. Все. Я буду здесь, у вас вопросы какие-то подходите, задаете. Кто не хочет делать здесь, может просто сдать, идти домой и доделать дома. Кто хочет задавать какие-то вопросы, посидеть, тут можете сидеть, я буду здесь. Продолжение следует...